Девушки отдыхают Девушки отдыхают А она учит его мечтать Наедине со всеми Актриса Ирина Гринёва И фигурист Максим Шабалин Знаете, со стороны кажется, что это таких два разных мира, хотя и близких, с одной стороны, фигурное катание и актерство И особенно зная по наслышке Амире, такой воздушный, такой нежный, такой несколько не от мира сего И мир такой дисциплинированный, такой вот весь подчиненный режиму Как эти два мира сошлись и вошли ли они в какое-то противоречие между собою? Ну, вы знаете, мне кажется, что всё-таки они чем-то похожи, эти два мира Потому что они связаны с искусством И танцы на льду — это тоже отчасти искусство Поэтому, мне кажется, они действительно близки По дисциплине тоже? Нет, по дисциплине, наверное, нет Но, наверное, это то, что и притягивает нас друг к друге Того, чего нет У одного другой дополняет Ну вот Ира в разных интервьюх сама про себя рассказывает Да и вы где-то уже это упомянули Что она, например, всегда опаздывает Везде и всюду Ну, сама про себя ей-то не рассказывают Рассказывали, рассказывали, я читала Когда меня спрашивают об этом, я не хочу врать просто Но сама себе Признаётесь Да, признаюсь А я думаю, что вот это-то точно большое противоречие Жёсткой дисциплине, к которой привык Максим Как вы с этим справлялись? Я с этим так и не справился, собственно говоря То есть вы привыкли? Я, да По большому счёту, смирился Максим, а что вы делаете? Вы терпеливо ждёте, я не знаю, там Вы ходите из угла в угол, вы книжку читаете А я всё пробовал А, всё Не работает? Не работает И неужели Не работает только один раз Когда ты хочешь повторить, это уже не работает Ну, вообще На самом деле Извините, что я Не-не-не, пожалуйста Меня больше всего Поразил такой момент Когда тоже на кинофейс Или куда-то мы ехали Нам не нужно было быть красивой И я опоздала И понимаем, что мы уже к концу приезжаем И там уже ничего не будет И я думаю, что Куда вы такая красивая Я сажусь в машину И понимаю, что Макс сейчас просто Я не знаю, что будет Он сидит спокойно и говорит Не волнуйся, там ещё мы успеем И едет, молчит Потом я думаю, он молчит, потому что он обиделся Я говорю, ну, у меня вот там Я не могла ключи найти Он говорит, да ничего даже Ну, зачем мы приедем первыми Очень даже хорошо И вот это Он говорит, мне там меньше сидеть Всё прекрасно, не волнуйся И вот когда всё прекрасно, не волнуйся Тогда я подумала, что я не буду к нему опаздывать Потому что меня вдруг Я настолько привыкла, что все обижаются И сейчас будет что-то Что когда этого не случилось То в принципе с того раза я стараюсь всегда Держать себя в руках На последнюю годовщину свадьбы Мы опоздали уже вместе И Больше того, мы пригласили туда всех друзей К шести часам А в девять часов они нам начали звонить И, собственно, где вы? Да То есть Ирина, влияние на вас Оно такое уже очевидное Так, если мы сейчас посвятим передачу моим опозданиям Это, наверное, будет последней моей передачи И в кино меня больше никто не пригласил Да мы же не говорим о работе Мы же говорим о, так сказать, вечеринках и так далее А каково влияние ваше я оценила Что сделал с вами Максим? Что вы переняли от него и сказали Ага, это я возьму на заметку Вот Максим Человек, который никогда не скажет о том Какой подвиг он совершил Он не будет об этом говорить И самое интересное, он будет этого стесняться И запрещать мне говорить об этом А вы знали о том, что Ира там Вообще видели ее фильмы? Или вы просто сразу встретились с ней в компании? Нет, я не видел ее ни в фильмах, ни в спектаклях И больше того, я ее увидел на сцене уже Когда поженилась После того, да, когда мы начали встречаться А то бы вот если бы видели фильмы То, может быть, это вас бы отпугнуло Вы ведь знаете, Ира, да? Что вот обычный зритель говорит А, ну это та актриса, которая играет стерв Ох, наверное, она такая Конечно, знаю Но я так же, как Максим Тоже никогда не видела Максима на льду Но про него-то точно нельзя было так сказать Можно было сказать, хорошо, хороший фигурист Не очень нравится, не нравится Но точно, ну, не подлец А про вас уже точно припечатали стерва А почему так вот вам Как-то такое амплуа к вам Прикаилось? Ну, на самом деле Прикаилось У меня много фильмов с другим амплуа Просто показывают по телевизору в течение многих лет Два сериала Их крутят и крутят А все остальные просто как бы Так сложились обстоятельства Ну, а какие-то качества такие У вас при всей воздушности присутствуют? То есть где-то вы можете так приземлиться И постоять за себя или нет? Ну, у меня было такое в детстве Я помню, что меня постоянно Обкидывали снежками И последний такой был день Когда мне просто засовывали снежки За одежду Я пришла домой вся мокрая С ног до головы И тут я подумала Все, хватит Вот теперь хватит И? И утром перебила весь класс Что хотели меня ставить на учет В детскую комнату милиции Ну, вы вообще, я скажу вам Коробочка с секретом Представьте, что до этого есть Вот как бы есть такой предел Когда вот хватит Все А вы уже столкнулись с этим пределом, Максим? Так, по глазам определяете Или как? Что, мол, ой, ой Кажется, лучше дальше не заходить Ну, это не касается, Максим Ага Это не касается Это уже когда Ну, какая-то черта переходит Там, ну, очень сильная Ну, то есть А не какие-то бытовые вещи Филирующему человеку всегда очень важно При выборе спутника жизни Руководствоваться, наверное, тем Что он тоже будет жить духовной жизнью А в числе прочих, наверное, пунктов Которые вы искали в своем избраннике Вера была первостепенной? Конечно Дело в том, что такой сложный вопрос Потому что, ну, вообще в жизни человека Важны только три вещи Бог Твой избранник Суженный Для суженного И дело, которое ты выбрал Те три вещи определяют твою судьбу И если что-то из этого хромает Человек не может быть гармоничным Вот, ну, если, конечно, у него не путь монаха Да, это отдельная история Я просто дошла до того, что сама я ничего не понимаю И сама я себе не могу выстроить путь У меня не получается Я терплю фиаско У меня был первый брак, где я потерпела фиаско И это совсем не зависит от людей Там я не скажу, что это плохой человек Просто вместе мы не могли То есть это было невозможно Потом я уже пришла к мысли Может быть, я действительно такой человек С которым просто невозможно жить Тяжелый, ужасный Встреча с отцом Алексеем Гомановым Это храм Успения Божьей Матери Это удивительный человек Собственно, повлиял на мое становление Вообще на мою жизнь Мы стали вместе идти по жизни Я сказала, что я не знаю, например, как выйти замуж Потому что я не хочу выходить замуж за православного Он говорит, почему? А почему вы не хотите выходить замуж за православного? Ведь православные верные люди Ну почему? Я говорю, я боюсь вам сказать Он говорит, ну скажите Я говорю, ну во-первых, они не модные Некрасивые Нестильные Вот для меня важно Он так рассмеялся и сказал Знаете, вот если в наш храм Вот такую стилягу к нам привел Господь Поверьте мне Еще один такой найдет Много было женихов И меня не благословлял долго отец Алексей А, то есть вы приводили? Да, он говорит Да и нет Цензор такой И была просто обида, когда я понимаю Стоп, я может быть в каком-то бреду нахожусь То есть мне нужно рожать детей Я молодая женщина То есть как бы что за бред То есть, а как А вдруг я одна останусь? Он говорит Я хочу, чтобы вы были счастливыми И вы хотите честной брак Честной ведь? Я говорю, да Венчаться хотите? А готовы вы венчаться? Я говорю, да Он говорит, посмотрите Вы вся перебитая У вас сломанная нога Сломанная рука Вам нужно полечиться Полечить сердце, раны Потому что Бог своего сына вам сейчас Хорошего, честного не даст Вам нужно выздороветь Максим, в принципе, верующий человек И он молился за меня Он до этого был в Иерусалиме И просил жену И потом он говорит Я думал, хорошо бы актриса Говорит, я не знаю, почему мне это всплыло Потому что я точно понял, что это не должно быть Из фигурного катания Ну, явно Для того, чтобы оценить Счастье, замужество и материнство Мне нужно было все это прожить Пройти, понять Чтобы быть Ну, как бы Дойти до венца Ирина боялась Что уже не встретят свою любовь Это вы перепохнете Она предъявляла к избранникам Слишком высокие требования Властелин колец, это мой муж До встречи с Максимом Ирина любила повторять Что выйдет замуж только за принца Пойти жениха Гринёвой было непросто Она с детства мечтала Встретить именно Настоящего принца И даже написала список Из десяти пунктов Каким должен быть Ее суженый Гринёва почти забыла Про тот свой список И уже не чаяла Найти своего идеального мужчину Ей было 37 лет Когда она наконец встретила его Это был выдающийся фигурист Максим Шабалин Казалось, они из разных миров Но в какой-то момент их миры пересеклись И стали одной вселенной Одной судьбой Ирину Гринёву и Максима Шабалина Знак помили несколько раз Ее коллега, актер Эвклид Кюрдзидис Каждый раз удивлялся Что Ира никак не может запомнить Максима Я говорю, здравствуйте, я Ирина И я опять начинаю спорить Ухожу, убегаю Или я куда-то тороплюсь Или у меня спектакль А слушай, а как вот Вот это вот зовут? О боже Ну как? Вы признавались как-то, Ира Что всю жизнь ждали не просто Мужчина рядом с собой А прямо-таки принца Однако с Максимом Вас знакомили несколько раз И вы ухитрялись Не запоминать его имени И вообще как-то не фиксировать его В своем сознании Как же так? Так что же, сердце вещун не подсказывало? А такое бывает с женщинами Когда они чего-то очень ждут Мимо этого все время пробегают Так вот они хотят Что они уже ничего не видят вокруг Сидят в своих мечтах И не видят того, кто рядом Не то, что мечты А как бы когда Ну не знаю Тело не успевает за душой То есть я все время Было так много событий, дел Что я вот прошла мимо Не знаю почему А вы, Максим, настойчиво хотели познакомиться? Просто дело в том, что нас познакомил наш друг Эвклит В тот момент, когда я жил в Америке И еще год мне оставалось до Олимпийских игр И, собственно говоря, он познакомил нас В один из моих приездов Я Ирину сразу увидел Но Как это возможно? То есть я живу там Она здесь А я прям сразу тебе с этого дня понравилась? Ну, как Как может быть иначе? Он же принц, Ира Что вы переспрашиваете? Странная какая И потом уже действительно Когда я вернулся Тогда вот Сделаю так, чтобы она запомнила Решающая встреча состоялась через год Буквально накануне Максим вернулся с Олимпиады в Ванкувере Он завоевал бронзовые медали И отмечал победу с друзьями Эвклит решил познакомить его с Ириной Которая сидела за соседним столиком в ресторане Я говорю Ир, ты что? Это же Олимпийский бог Какой? Я говорю Олимпийский бог это Фигурного катания Да, я не слышала Эвклит попросил Принести и показать Ирине Олимпийскую медаль Именно тогда она Первый раз Внимательно посмотрела на Максима И наконец запомнила его И когда вдруг Ира увидела эту медаль И когда она У нее что-то там стало склеиваться В голове И она только сказала А можно я с этой медалью похожу? Вы взяли Да, поносить немножко Олимпийскую медаль, да? А Максиму ее никогда никому не давал А вообще говорят, что это плохая примета, да, Максим? Нельзя давать свою медаль Я не слышал по поводу примет Да? Но то, что не давал Они просто берегут и очень бережно относятся Такой момент Чтобы никому не давал Ну, как бы никто не должен в руках подержать Да Я не знала об этом А, собственно, Ирина и не спрашивала А Можно? Ну, вот так вот Можно? Уже вот здесь я ее увидел А, не надо? Да ладно, носи Удивительно, что Как вот моя бабушка говорила И у меня это случилось гораздо вот позже Именно когда я встретила Максима То есть мне бабуля говорила Своего ты узнаешь сразу И я думала о том, что Что за ерунда? То есть понимание какого-то невозможно Чтобы вдруг встретиться И сказать, это мое Вот Но вот когда я встретила Максима Вот это был третий раз Он что-то ел И сказал Хочешь попробовать? И вот я пересела Взяла тарелку Что-то, начиная пробовать Наклонилась И первое такое Ну вот И приехали Все Корабль причалил Это твой муж Подняла глаза И поняла, что это муж В принципе Мне Макс сделал предложение Через три дня Ну, то есть Было понятно сразу То есть я думаю В принципе Что наверное Так и случается Ну, то есть Когда ты встречаешься У человека Типа, все ясно Тут нет никаких Нерешенностей То есть понятно Что этот человек Пойдет за меня И я пойду за меня И мы пройдем долго Всю жизнь И я могу ему доверить Они стали встречаться Максим буквально читал Мысли девушки И угадывал ее желания Уже на первом свидании Он исполнил Ее давнюю мечту Повез путешествие По святым местам И вот я как бы Сначала узнал о ней Все Подумал, что тоже Может ей понравится Так я думаю Боже мой Какой необыкновенный парень И мы поехали И окунались В какой-то очень Холоднющий там Источник В холодный Несколько раз И это было Какое-то впечатление Пили там Вино монастырское В тот же день Ирина попробовала себя В роли фигуристки Максим подарил ей Стильную спортивную форму И научил кататься На коньках Это страшно И какое-то такое Первое впечатление Что и на самом деле Я не катаюсь Что с ним я встала На коньки Вот И тогда я поняла Что я влюбилась О том, что Максим Шабалин Готов отдать ей Не только Свои награды Но и сердце Ирина узнала Очень скоро Получилось, что Он мне сказал Что мы поженимся А вот Официально Вот раз Не происходит А он готовился Хотел сделать В Каннах И Выкрал мой паспорт Чтобы Организовать Так, что Как будто бы Меня приглашают На съемку В Канна А там Он закажет корабль Алые паруса И выйдет он И сделает предложение Ну я бы, наверное Умерла бы просто От счастья Или от разрыва сердца Потому что Это моя любимая сказка Алые паруса Это мое любимое Произведение Грина Но Мы не смогли поехать У него все полетело И он сделал мне Предложение В ресторане Пушки Несмотря на такую Веру в сказку И того, что вы Не приемлете Просто так встречи Но предложение Было сделать нелегко Она не давала вам Произнести Собственно Текст предложения Да Я ее пригласил В ресторан И там Собирался сделать предложение Но она как будто Ну как положено На колено Кольцо Да, да, да Ну как в сказке Да, да Но у меня не удавалось Потому что Она все время говорила И чем Дальше шел разговор Уже как-то К концу Вечер Она все быстрее говорит И что-то уже невозможно Встать Потому что я чувствовала Что сейчас это случится И не знала Я говорила 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 И самое интересное Что когда он мне Сделал предложение Сказала И я подумаю А как вам удалось Протеснуться-то все-таки Если Ира говорила 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 Остановись Помолчи Сказали вы Остановись Остановись Мне тоже есть Что-то сказать Думала Ирина Недолго Она сказала Максиму Да А через месяц Влюбленные Обвенчались Только такой Церковный брак Ирина считает Настоящим Но мы еще Даже жили До венчания Вместе не жили Ну потому что Нам так Ну сказал Свадьбу Свадьбу сыграли В русском стиле Со старинными Обрядовыми Песнями И плясками Цыган Ирина Шила платье Похожее На венчальный Наряд Великой Княгини Елизаветы Романовой Это был Кокошник Из жемчуга Фота Длинная Платье Со шлейфом Рашитое С жемчугом И стеклярусом Все такое Как было В начале 20 века По моде Их браку Еще предстоит Пройти проверку На прочность Девять Девять Один Двенадцать Двенадцать Четыре Войди Да, я вышла Замуж Запрямую В итоге У меня муж Который Имеет каждую Рубашки Запонки Ее нужно Гладить Эти рубашки И нести В химчистку Их целые Шифонеры Он такой модник Что просто Это очень большая Уже проблема Вот Вот привел Бог Такого модника Каждый год Празднуем Годовщину Я одеваю Свадебное Платье Каждый год Каждый год Вы длите Эту сказку Вот уже Пять лет Какая чудесная Традиция Это для девушек Прекрасная Традиция Вас познакомил Общий друг Естественно Мы не могли Не обратиться К нему За комментарием Давайте его Послушаем Знаете Ирина говорит о том Что Она Знала Своего будущего Супруга Что она его Даже нарисовала Много-много Лет назад И Что он Очень похож На Максима Причем Она показывала Рисунки Они действительно Похожи на Максима Но дело в том Что Я их несколько раз Знакомил Друг с другом И Ира Никогда не могла Его запомнить Если вы сейчас Можете сделать Эксперимент Попросите Ирину Назвать Мою фамилию Она вам Ее не вспомнит Понимаете Это Это Свойство Творческого Человека И присуще Только Ирине Гриневой И обижаться На нее Нельзя Ни в коем Случа Я надеялся Что она Хотя бы Запомнит Максим Шабалин Вообще Даже близко Она не запомнит Я думаю Что она После замужества Стала говорить Шабалин А то этого Она и до замужества Фамилию Его не знала И потом Когда они Уже решили Пожениться К великому Счастью Ира мне говорит Ты в клип А ты знаешь Что он Потрясающе Талантливый человек Он же бог Я говорю Я тебе Который раз Это говорю Что это Олимпийский бог Ира Вы знаете Они Идеальная пара Друг к другу Потому что Ира Удивительный человек Мы знаем Какая она Талантливая Какая Какая она Редкого дарования Человек Но в быту Ее можно На второй день Убить Вот просто Вот Просто на второй день Это и то У тех У кого терпение Очень хорошо Развито А у кого терпение Не развито Так наверное На второй час Потому что Ира к быту Не приспособлена Никоим образом Если они вам Расскажут Как они покупали Новогоднюю елку В этом году Но только Терпение Максима Это может Возводить В степень юмора И потом Это можно Рассказывать За новогодним столом С друзьями И хохотать Над этим Расскажете Как елку покупали Или нет Максим Я хотела Такую елку Как в сказке Силкунчик Чтобы она была До потолка Пушистая И такая благородная Вот А Макс Купил Какую-то Такую Ель Не знаю Пушистую До потолка Такую Как в сказке Не очень благородных Кровей А А как вы это Определили Она была такая Вся в растопырку И не голубая ель А Как это Сосна Сосна Так И чтобы были Выставлены За порог Нет Я пошла Покупать другую елку Накупила свою елку Потому что Это было новоселье Наше И мы так долго Мечтали об этой квартире И вот У меня было Многое Я о чем мечтала Но вот Одна мечта была Такая Что Вот у меня будет муж У меня будет ребенок И будет квартира И будет огромная елка До потолка Как в сказке Щелкунчика Будет стол Свечи Хрустальные бокалы И вот когда-то Я доживу до этого момента Вот я до него дожила Что это наша квартира А тут вдруг Сосна Это моя Василиса И сосна Это совсем не Не входило в ваши планы Потому что Она все портила Я поехала Но Максим конечно Наверное Обиделся Потому что Он со всей душой Покупал эту елку Больше того Это была Единственная елка Такого размера В Москве Которую вы отыскали Да я отыскал Я пять часов ездил По Москве Вот такого размера Я ее Тащил Я ее Тащил В общем я купила Вторую елку И у нас было Две елки Василиса была Как в лесу Если женщина Пришла домой Слишком поздно Ну если я знала О предстоящем событии То все в порядке Я чувствую себя ребенком Тогда меня любят С женщиной Не нужно спорить Но нужно Разговаривать Если мне вручили Оскар А я его потеряла Я его не потеряю В цирке Я бы дрессировал Львов Женщины настолько безумны Что это прекрасно Ирина Гринева И Максим Шабалин Как-то однажды Иру пригласили Тоже в Ледниковый период И вы очень возражали Против этого Максима Судя по всему Вас собирались поставить В пару И вы как-то подумали Что этого испытания Вам не пройти Да? Вообще нас поставили В пару И Максим от меня отказался Почему? Потому что я Не так как До мне накаталась Она меньше И он не согласен Но мне кажется Что я очень красиво каталась Максим А ваша версия Как звучит? Я подумал Что семья дороже На самом деле Это вообще Такое испытание И я Наверное Довольно Так что Так решил Максим Потому что У меня было Открытие Я никогда Максима Таким не видела Я даже в дневнике Написала Мама За кого Я вышла Замуж Потому что Они конечно Ну Смешедшие В своей профессии Они реально Требуют Чтобы артисты Ну Очень хорошо Катались Максим приходил На лед Говорил Ну вот Волчок Да это называется Кружился Говорит Давай Ну что ты Один раз Не можешь Хотя бы два Прокрутиться Вот какие-то Такие задания И на меньшее Он не был согласен Это должно быть Сразу сделано Хорошо И нам нужно было Это делать Я старалась И Ну не знаю Наверное он прав Потому что Если бы он Репетировал со мной Там роль Гамлета И я видела Что Это недостаточно хорошо Может быть Я точно так же Попоступила Версию Максима Очень хочу услышать Мы попробовали это То есть Мы на протяжении Там Достаточно Длительного времени Тренировались Но На льду Пара из нас Не получилось Потому что Вся моя сдержанность Куда-то И исчезала А вы вообще Часто пребываете Так сказать В мечтах Или сегодня Уже жизнь Вас так сказать Приземлила Уже Ну Ничего интересного То нет В реальности Не то что Почему это и есть реальность Можно же жить И вертикально Ходить Это ваш способ жить Ну по крайней мере Я стараюсь Потому что Мне кажется Что если Совсем жить Такой бытовой жизнью Бытовой жизни Я не имею ввиду Там убираться Или под какими-то Такими вещами А вообще Вот Уходить Вот На земле Быть То это Не очень счастливо И у меня было Полное ощущение Кстати Счастливое Такое время И жалко Что оно мне Сейчас прошло Ну то есть Это очень хорошее Ощущение Быть стопроцентно Уверенной Быть в своем таланте И в том Что ты делаешь Вот у меня Была стопроцентная Уверенность Я знала Что я актриса Я знала Что это какое-то Недоразумение Если они меня берут Они чего-то не понимают Максим А эта уверенность Вообще Не только в Ире А скажем Вот вам свойственна Такая уверенность В победе Ну скорее Целеустремленность И Какое-то понимание Да Цели Ну к чему ты идешь И это на протяжении Да Всего пути Я знал Как бы К чему иду От чего отказываюсь И И что я приду Туда А вот это прощание Со спортом Которое случилось Из-за травм Это Ну тяжелый момент Такой Ну так сказать Рубежа Который надо преодолевать Ну в моем случае Это было Не так тяжело Потому что Ну была травма И Уже до Как бы Олимпийских игр Я уже понимал Что это Последний Старт сезона Ира для вас Какая-то отдушина Вы можете с ней Там как-то Что-то обсуждать На что-то пожаловаться Или Осталась эта черта Которая говорит Оксана Что вы Держите в себе Ну и да И нет Конечно Мне легче Когда я могу С Ириной Обсудить Какие-то Проблемы Или вопросы Ну и все равно У меня есть потребность Побыть иногда одному Для того Чтобы все В себе Как-то Разобраться Ира А вы легко Отступаете в тень Когда у Максима Есть такая потребность Ну у него Есть свой кабинет Куда Не входить Да Ни в коем случае Никому Ну вообще на самом деле Вот Не знаю Можно это говорить Или нет Нет Ну я не могу Вообще без слез смотреть Мне очень нравится Их выступление Маскарад Я не помню Какой это год Когда он Танцует С железным Железным датчиком Каким-то С железякой И он Как Ну не говорит Об этом в интервью Не говорит о том Что это была Его последняя олимпиада Он мог не выходить И может быть Было бы все нормально Он выходил Как на смерть Танцевал эту олимпиаду Вот И что он никогда Об этом не говорит И мне это очень Потрясает И я без слез Не могу смотреть Все эти выступления Это видно все Когда я это смотрю У меня всегда Наворачиваются слезы Потому что он Танцевал это С железякой На колени После операции Десяти дней На мениск После десяти дней Он танцевал Это видно На экране Танцевал Так Как будто бы Он вышел умирать Как в последний раз Когда я это увидела Это потрясающе Просто Великолепное Исполнение Это гениально Это останется Во времени То есть Вот как есть Какие-то сцены Это потрясающе Исполнение Когда я это увидела Я подумала Да слава богу Что я не видела Этого до замужества Я бы даже Не смогла С ним заговорить Я бы Ну Не была бы Такой храброй Для меня Он был просто гением И я бы Может быть Ничего бы не произошло Слава богу Что я не видела Так получилось Ира Что Вот вы еще Очень молодая женщина А Ушли ваши родители Что говорить Это испытание Как бы для каждого человека Но в таком случае Так сказать Роль мужа Она становится Какой-то особенной То есть Собственно говоря Это На сегодняшний день Ну Самый главный И не только муж Но родной человек Максим моложе вас Этого никак в жизни Не скажешь Как бы Да Но Можете ли вы Апеллировать К его мудрости К его Рассудительности Ну то есть Вот так по-женски Облокотиться И с точки зрения Какого-то совета Ну вообще Он В доме Главный И По-другому Не может быть Потому что Не в силу того Что я так Специально делаю А в силу его характера На самом деле Он очень жесткий человек Это Как бы Ну поэтому Он и чемпион И Ему нельзя Противоречить Нужно знать Когда нужно Молчать Вот Поэтому А когда высунуться Да Вот И здесь такой момент Что Лидирующую роль Максим У него больше опыта Больше опыта И в жизни Даже Какого-то Потому что Я в таком террариуме Актерском У меня собственно Кроме артистов И друзей-то не было Я когда Приезжаю отдыхать Вижу других людей Думаю Какие странные Какие-то другие люди Вот Другое мышление Ты сталкиваешься С другими людьми И тебе Очень трудно Найти с ними Какое-то Или ты думаешь Что наверное Может быть Ты как-то не так По жизни идешь Потому что Для меня было Такое ощущение Что жизнь Вообще была Какая-то непонятная Вот ты идешь В театре Все понятно Выходишь из театра Идет дождь Серые зонты И быстрее Дойти до дома И утром опять в театр В данной жизни Она действительно Пришла с появлением Ребенка И со встречи с Максимом Вдруг я поняла Что какая прекрасная И она Жизнь гораздо больше Больше чем сцена Больше всего Жизнь Максим Как бы для меня И папа И мама И муж И все Вот Но родители У меня мама Умерла И бабуля А у меня жив папа Да Он живет в Хабаровске Анатолий Максимович Мой любимый папа Вот Просто Они с мамой Были в разводе И Когда мама была жива То мы редко С ними встречались А сейчас Вот как бы Соединились И часто встречаемся И он приезжает И Максим Когда В Хабаровске Тот встречается С папой А как происходило Знакомство С вашими родителями? Он привел На орнитологию Орнитологию У меня есть такой спектакль Орнитология Если тот кто видел Вот даже друг Вербила Да Сережа Говорит Что Ну это очень странно Что ты пригласил Родителей На орнитологию Там Родители Подумали Я играю Ну я играю Очень Ну как бы Сумасшедшую Совершенно Вот И родители Как они восприняли Это Прекрасно Они восприняли И Приняли Мне кажется Сразу Без всяких вопросов Сказали Что Тебе повезло Пять лет Это уже Серьезный Такой срок Знания Друг друга Но мы решили Вам Придумать Три семейных Испытания Для того Чтобы проверить Прочность Понимания И И взаимопроникновения Испытание называется Ты узнаешь меня Мы предлагаем Вам Узнать друг друга По фрагменту На фотографии Первый Нас Максим Должен выбрать Глаза Нижней Супруги Нижней Нижней Третья фотография Нижняя Утверждает Максим Что это Ира И он прав Рука С сумочкой Левая И Наконец Детская фотография Есть Более Крупный Вариант Вот здесь Если Вдруг Вас смущает Посередине Справедливо Испытание Пройдено Ира Вам Мы предлагаем Узнать Максима По уху Носу И детской фотографии Это первое ухо Наверное Какое? Вот это Первое Да И она Права Теперь рассмотрим Нос Первый Вот нос Первый нос Говорит Ирина И опять Права Ну и Наконец Детская фотография А вот Первая фотография Первая фотография В комбинезончике А вашей дочке Василисе Сейчас уже Больше двух лет Да? Максим Засветился Я Как изменила Вашу семью Рождение Ребенка Мы не спим То есть Василиса Требовательная Да Она встает По Ну Четыре раза За ночь И даже Все равно Например Максим Очень сильно Встает Но он все равно Слышит Как бы Даже если Ему дать поспать Все равно Это невозможно Вот А так Как изменилось Ну в принципе Никак не изменилось Вот меня все время Поражало Сколько меня пугали О Это вообще Вы вдвоем будете Без няни Как вы вообще Не сможете Ира А ты вообще Не сможешь И я настолько Боялась Вот Всего этого Но на самом деле Все было легко Ну как бы Мы вышли из роддома Она спала Все было нормально Коликов не было Я видимо Настолько боялась Что оказалось Как-то гораздо проще Реально Не так страшно Как пугали Вообще Как-то было не страшно И сейчас не страшно Слава богу Ну а с точки зрения Распределения обязанностей Няня так и не появилась Так вы только Она появилась Ну я как бы Сама хотела Год сидеть С ребенком И после года У нас появилась няня А сейчас Какое-то Такое за собой Закрепили Болтовое разнообразие Кто-то гуляет Кто-то что-то делает Или нет Или каждый раз Это спонтанно Макс ночью встает Потому что он поздно засыпает А утром Рано в 6 часов утра Я встаю На вахту Да Несмотря на то Что Василиса мало А есть ли какое-то Распределение Такое с точки зрения Мама никогда не ругает А папа может быть строгим Или наоборот Мама может быть и строгой А папа плывет И ничего не может сделать С дочерью Ну я пытаюсь Как бы Культ Возвести Мужчина в доме Папа И говорю Вот сейчас придет папа Если только папа увидит Но папа приходит Улыбается И все ей разрешают И это не срабатывает Пока Есть в наших договоренностях С временем Потому что Вот такое у нас Распределение Но когда касается Каких-то там Вещей Ира очень эмоциональный Человек И все сразу Она забывает про культ И Василиса все Из нее тоже вьет веревки Ее тоже веревки вьет Да Ну то есть понятно Главный человек в доме Сейчас Василиса Да Это правда Дочка Которая родилась Нигде-нибудь В Испании Рядом был врач Который сказал Что Ваш ребенок Феноменален Уникален Как-то Вы очень-очень Серьезно отнеслись Почти как к елке Я бы сказала Вот была какая-то мечта Да Как должны происходить роды И все произошло так Как и мечталось Да Но на самом деле Мы не ожидали Что это не было Нашей мечтой Рожать в Испании Так случилось Так судьба Как бы Повела Приехали туда Отдохнуть На два месяца До родов И подруга Моя Ей большое спасибо Знакомая Советовала врача Она говорит Приди Может быть Он тебе понравится Когда я пришла И он Сказал Что Посмотрел Сказал У вас Феноменальный ребенок Только Говорит У меня одна странность Я говорю Какая Он говорит Я работаю под музыку У меня роды Происходят под музыку Я говорю А можно я принесу Какие-то свои диски Он говорит Нет Под каждого ребенка Выбирай свою музыку Как я его чувствую Я говорю Макс Я никуда Отсюда не уеду Будем рожать здесь Ну вообще Ощущение Потрясающее Потому что у него Самого там много детей И вообще Сам роддом Очень такой уютный И Каждая медсестра Там имеет по 3-4 Ребенка Поэтому все дают Какие-то советы Такая дружная семья И мы Потрясающе Как бы Там было Давайте снова Евклида послушаем Он про Василису Рассказывает Никто из нас И Ладно Там мы мужики Даже Подруги Ирина Говорят Что мы не предполагали Что Ира может быть Такой сумасшедшей Матерью Которая Засыпает У нее сил никаких Нет Она спит И она вдруг Слышит Что Василиса Проснулась Мы все вместе В это время Собрались там В ресторане Поужинать И она вскакивает И подлетает И все ли в порядке Но никто не ожидал Что Ира способна На такое материнство Вот этот Вкус К жизни К красоте жизни Что Жизнь Это здесь и сейчас И почему себе Не позволить этого Если Рожать Василису Так не где-нибудь А в Испании Они искали Врача Который будет принимать Я бы сказал Они искали Первые руки Которые примут Их малыша Они искали Очень долго И когда Максим присылал Фотографии С каким видом Они ждут Василису Потому что Там по-моему Они были около недели И потом Василиса появилась Это был потрясающий Вид из окна На море Это был Красивый номер Вот у них Похоже Вот во всем этом Вот вкус К красоте А вы Максим Ожидали того Что Ира станет Такой мамой Вот как Рассказывает Эвклит Ну да У меня как-то Не было сомнений Почему-то Такого скепсиса Какой эвклит При такой-то Любви к красоте Вы говорите А девочке Лучше не говорить О том Что она красивая Если девочка Красивая Это ваша цитата Это и так все видят Только Возвращивать эго И вырастет Потом эдакая Мата Хари Красота Всегда в привилегированном Положении Почему Такая точка зрения При такой страсти К красивому Ну одно дело Ощущение Красоты А другое дело Какой прекрасный Я и песенка Моя Это конечно Не нужно И на Руси Всегда в православии Когда родился Красивый ребенок Его воспитывали Всегда в строгости Потому что Он действительно В прилегированном Положении Нежели других Это большой бонус Для человека Но вам-то говорили Мне нет Про красоту не говорили Но говорили Что звезда Я не была никогда красивой Вот Звезда говорили Да Потому что я выступала И вот там Ну одно дело Я не говорю о том Что ребенка нужно Поощрять И нужно Говорить что хорошо Что плохо Но его нельзя баловать Максим согласен С этой точки зрения Или вам Мысли Ирины Не близки И вы будете Своей дочери Говорить все как есть Мол красавица Ты звезда моя Наверное буду Не знаю Сложный вопрос С одной стороны Да То что О чем говорит Ирина Это правильно С другой стороны Мне кажется Главное Какая-то атмосфера Любви В семье Чтобы Чтобы у нее Она это впитывала Чтобы она это запомнила Чтобы она это хотела Потом воссоздать В своей семье Поэтому Где-то тут Наверное Золотую середину Надо найти О чем вы мечтаете Сегодня вместе Вот квартиры есть Василиса есть Ёлка уже даже была Как в щелкунчике Какие следующие Их так много Ну конечно О Василисе О кем она будет Как ее воспитать О ролях О том Чтобы Всегда быть С Максимом О том О чем все мечтают О здоровье близких О мире О мире во всем мире О хорошем кино О талантливых режиссер Много Много О чем Максим А ваши мечты схожи? Или у вас есть Какие-то свои Амбициозные мечты Мужские? Ну конечно Это Семья В первую очередь И Какая-то Какая-то дальнейшая Реализация В профессии При землении Чему Ирина Так и должно быть Кто-то же должен Более крепко стоять Ногами на земле А кто-то мечтать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 КОНЕЦ